Смотрю. Собака Ру журнальчик. Мне больше всего здесь понравилась фотосессия с Лизой Боярской. Необычный образ даже не узнала, если честно. Почему понравилась? Потому что все остальное, вот весь журнал. Смотрите, вообще одни бриллианты, парфюм. Ничего такого футуристического нет. Единственное, это съемка. Но я дальше еще посмотрю, может там еще что-то найду. Так, где я уже закладку сделала и потеряла. Вот. Корсет мне понравился. Это что, искусственная фотосессия? Тоже Юлдус Бахтиозина, известная художница. Тоже что-то интересно. Представили они все-таки одежда властелива. Тоже тут по костюму смешные такие разные кафтаны. Тоже тут... Продолжение следует... В паричках, смотрите. Прикольно. Сверкающий вал и бисквит для наших нейронов. Пранкер-комедиант. Это вот с утра решил полистать к мальчику. Потому что я его найду, потому что уже вышел новый месяц. А я все еще июнь не изучила. На этот раз это достаточно толстенький номер. Много различных интервью. Кстати, ну опять салаватка пюре уже, если честно, поднадоела. Уже неинтересно. Одно и то же. Одна и та же личность. Больше никого нет. Тут какие-то известные просто люди. Создательницы брендов. Хофманито стиль уже тоже просто надоел. Можно уже что-то новенького придумывать. Потому что многие копируют Хофманито и прочих. А все, в общем, живет с запада. Про ректор и тму. Это вот в Питере, по-моему, зоологическом, что ли, музее. Там вот этот скелет динозавра, самый большой в России стоит. Студия цветов. Ева Польна. От зумеров до бумеров. Тут реально разные маги-листы весь номер. Половина, я не знаю, кто это. Государственные русские музеи. А я сейчас что-то подумала про зоологический музей. Думаю, надо было бы интересно с Кирюш сходить. Известный вот этот центр, благотворительный фонд Антон тут рядом. Создан только для одного человека с аутизмом. Это сейчас один из главных городских ньюсмейкеров в области культуры. В основном там инвалиды занимаются производством разных вещей. Ну, идея, конечно, интересная, но для меня до конца непонятная. Есть теневая часть, над которой я думаю. Симпатичные фотки. Рогов, пальто рогов. Много про еду здесь, про питерские рестораны. Художник-иллюстратор в издательстве выпустила книгу для взрослых и подростков «Страна конструктивизма. Атлас новой жизни». Красивый путеводитель по конструктивизму и тейбл-букле любого, кто увлекается искусством. Архитектура, культура начала 20 века. В основном про дома. Графика симпатичная, такая яркая. Графика, тоже вот про эту художницу. Вот это уже что-то задевает меня. Искусство, тоже роговика. Симпатичный этот блейзер. Картинный тоже. Смешная фотка такая. Котики пошли. Красиво здесь видно, питер. Ой, какие котики. А кто это такой? Тоже художник. Студент фонда Антон тут рядом. Сергей Тиснек. Архитектурная графика. Выставляется к стартным эрмитажам в русском музее. И в Царицыно. Смотрите, какие смешные котики. Это тоже, по-моему, какой-то архитектор. Новая книга в оригинальной искусстве. Роль оценщика. Семи-глазку. Парадный портрет. Колесо Сансары. Лана Дель Рей. Грибы будущего. Лиси. Огонь. Страсти, сжигающие сердца. И лес. Тысячи тухов. Культовый сериал Сейвер Мун. Встреча с Никасом Сафроновым. Это тоже что-то такое веселенькое. Дальше пошло опять что-то скучное. Только счастливая мама может вырастить по-настоящему счастливого ребенка. Сколько там чертей за этим спрятано. За этой фразой. Разные вот я смотрю иногда. Хотела сказать одеколоны. Такие тухи парфюмы. Тоже пошло.